Не скучного всем вечера, кто в этот момент находится на канале ИТОН ТВ. С вами программа «Особая папка». Ее веду я, главный редактор аналитического ресурса «Полоса» Сергей Хиршвельд. И сегодня мы говорим о проблеме вокруг Исламской Республики Иран. Я рад вам представить нашего сегодняшнего гостя. Это офицер-подводник, капитан первого ранга, одновременно блогер аналитического ресурса «Полоса» Владимир Янкелевич. Вечер добрый. Добрый вечер. Владимир, скажите, пожалуйста, недавно ваши бывшие коллеги заходили в сирийские порты. Только что прибыл российский авианосец? Ну, они заходили размяться. В принципе, в Средиземном море они бывают достаточно часто. Ну, такая демонстративная поддержка. В принципе, ничего особо, я думаю, серьезного за этим не стоит. Скажите, российский авианосец действительно ли мог как-то изменить ситуацию в Сирии? Ну, в принципе, ситуацию в Сирии не может изменить уже никто. Что бы там Асад не придумывал, что бы он сейчас не делал, ситуация зашла настолько далеко, что ее вернуть или раскрутить не может ни авианосец, ни Асад. Вы полагаете, что обратного пути у него уже нет? Нет. Нет такой ситуации, нет такого предложения, на которое могли бы согласиться и сказать, все, с этой точки мы расходимся по домам. Понятно. Переходим к нашей главной теме. Владимир, так сказать, вопрос прямо в лоб. Война с Исламской Республикой будет? Смотря что считать войной. Я бы немножко по-другому сказал. Будет ли силовое решение иранской проблемы? Будет ли силовое решение этой проблемы, Владимир? В принципе, сказать на 100% это на сегодня не может никто. Я думаю, что это процентов на 80 безальтернативный вариант. Почему вы так полагаете? Дело в чем. Дело вообще в данной ситуации вообще даже не в Израиле. Вообще даже не в Израиле. Что такое ядерный Иран и кому он угрожает? Он не может угрожать Израилю, не угрожая Саудовской Аравии, не угрожая Кувейту, не угрожая Омману, не угрожая всем. У них там есть нерешенные проблемы, есть захваченные острова, есть спор за лидерство, противостояние в Бахрейне. Там узел завязан. И вражда между Саудовским режимом и Саудовской Аравией и Ираном совершенно перешла уже на другой уровень. То есть здесь как бы прошла точка невозврата, на мой взгляд. А Израиль это чисто, так сказать, политический лозунг, мы будем бороться с сионистским режимом. Не имея с этим сионистским режимом абсолютно никаких общих точек и не о чем спорить, как говорится, между Израилем. Скажите, пожалуйста, многие комментаторы указывают на то, действительно, что точка невозврата уже пройдена, хотя бы потому, что в Персидский залив стянуты слишком большие международные войска. Насколько я помню, это уже на сегодняшний день 4 американских авианосца, по пути французский авианосец и прочее, прочее. Поправьте меня, если я не прав, это вы эксперт в военном плане, тем более в морском. И, так сказать, ситуация уже вышла из-под контроля и единственный выход это силовое решение. Это так, на ваш взгляд? Ну, для начала надо отметить, что авианосец один не ходит. Авианосец ходит в составе авианосно-ударного соединения. С ним идут ракетные эсминцы, крейсера, корабли, другие корабли поддержки. В общем, это достаточно серьезное соединение. Каждый авианосец. Так вот считается, что 3 полноценных авианосно-ударных соединения вполне достаточно для того, чтобы, как бы это мягко сказать, расколошматить Иран. В ближайшее время их там будет 6? Я думаю, 4 будет. Потому что, скорее всего, одна авианосно-ударная группа вернется на замену. Но, ну, там находится еще и амфибийная группа. То есть, группа... Это, простите, простите, дилетанта, это подводные лодки? Амфибийная группа, это те суда, которые могут выскочить на берег прямо из воды. То есть, подойти вплотную и обеспечить высадку на необорудованное побережье. Высадку десанта вы имеете в виду? Людей, да. Значит, есть амфибийная группа. На базу ВВС Диага Гарсия привезли бетонобойные, вот эти бункеробойные бомбы. Это, в общем-то, происходит конкретная концентрация оружия. В общем-то, в общем-то, не было вообще в истории такого случая, чтобы вот такая концентрация оружия не выстрелила. Она практически показывает... Есть вариант, что она не выстрелит какой? То есть, иранцы говорят, стоп, мы поняли, мы все осознали, мы откручиваем все назад. Секундочку, тут я вас хочу перебить. Скажите, конкретно, что должно случиться, чтобы силового решения не было? В принципе, не силовой вариант предлагает Саудовская Аравия. Интересно. Они говорят, что мы можем, мы можем с помощью организации ОПЕК уронить цены на нефть, а этим самым вызвать бюджетную катастрофу в Иране, вызвать бюджетный кризис. И тем самым заставить их там изменить свою политику. Но, пожалуйста, если мы это сделаем, а воевать мы понимаем, что вам не хочется, значит, вам не придется воевать, нам вы, пожалуйста, заплатите, например, признание палестинской автономии в границах 67-го года. Это единственное условие Саудовцев? Им так мало надо? Можно, конечно, сказать, что это мало. А можно сказать, что это то, что ставит эту ситуацию за грань возможного. Но вопрос, если им, предположим, скажут, что, ребята, вы, конечно, хотите, но этого не будет в этой ситуации, при отсутствии силового решения, противостоять Саудовцам будет мощный и вооруженный Иран. Понимаете, что развивает Иран, по большому счету? Мини-подводные лодки, микроскопические, москитный флот. Это что? Это оружие, которое, ну, я говорю, кроме, конечно, баллистических ракет. Это оружие, которое предназначено для большой войны? Нет, это оружие, которым можно воевать с Саудовцами, с Аманом, с Бахрейном. Вот это и не давать им жить. Понимаете? Вернемся к ситуации вокруг Израиля. Если, так сказать, Америка пойдет на саудовские условия и примет признание Палестины, Израиль в этой ситуации уже ничего не сможет сделать. Ну, почему? Дело в том, что всякое... Помните, как говорил, что согласие есть продукт при непротивлении сторон. Да? Так сказать, нет такого варианта, чтобы Израиль это предназначил. Признал, принял. Если Израиль это не примет, заставить Израиль это принять не может никто. И, соответственно, действия Израиля становятся непредсказуемы, и атака израильских ВВС на Исламскую Республику непрогнозируема. То есть, возвращаемся на круги своя. Да. Но, смотрите, дело в чем, что атака Израиля на Исламскую Республику вызовет удар, ответный удар, не по Израилю, вернее, не столько по Израилю, сколько по саудовцам, сколько по американским базам, по Бахрейну, по... Кувейту. Вот по ним, по всем. Понимаете? То есть, вот по... А в этой ситуации американцы окажутся все равно вынуждены воевать, но не на своих условиях. Если удар начинают они, то первое, что они делают, это подавляют систему радиоакционного наблюдения. Причем это можно сделать, даже не заходя в воздушное пространство. Километров за 70 пускаются соответствующие бомбы, ракеты, и они подавляют РЛС. А дальше со слепой, ослепшей страной начинают методично уничтожать те цели, которые уже заранее... Немного возвращаемся к интересам простого обывателя, немного отходим от профессиональной терминологии. Таким образом, насколько я понимаю, экономически условия Саудовской Аравии, на ваш взгляд, все равно ведут к силовому решению конфликта. Рано или поздно? Ну, как вам сказать? На мой взгляд, так. На мой взгляд, так. Но стремление Туркия офисала... Саудовского принципа. Саудовского принципа, который очень принят там и в Америке, и так далее, так сказать. И достаточно резко выступал и критиковал Америку. Оно прозвучало. Но альтернативой непринятого предложения этого Туркия офисала, оказывается, что он останется один на один с Ираном. То есть, ну и альтернатива, которую не устраивает никаким образом. Тем не менее, скажите, пожалуйста, есть ли некие политические способы решения этого конфликта? Может ли Исламская Республика отыграть как-то обратно на своем внутриполитическом уровне? Или все зашло уже слишком далеко? Есть такая старая история, когда говорили, что есть два решения. Реалистическое и фантастическое. Реалистическое, что они договорятся. Реалистическое, что Бог придет и все урегулирует. А фантастическое, что они договорятся. Есть вариант, когда, теоретически я подчеркиваю, вариант, когда скажут, что вот в этот тупик нас завел вот эта группа во главе с Ахмадинежаном, его убрать, тем более, что вот-вот-вот грядут выборы. Это все он. Он во всем виноват. Его убрать, может, под суд, может, куда угодно. А мы вот, новые люди приходили, все пойдет по-другому, и мы будем жить с чистого листа. Таким образом, ликвидировать всю политическую верхушку Исламской Республики. Ликвидировать нужно исполнительную вот эту верхушку. Они могут это сделать и сами, понимая, какая будет альтернатива. Альтернатива для них практически это разгром страны, из которой они будут выкарабкиваться 500 лет. Понятно. Спасибо вам большое. Ситуация неоднозначная. Чем все закончится, нам, к сожалению или к счастью, придется быть свидетелями. Это была программа «Особая папка». Увидимся через неделю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова